На НОВЗе открылся производственный участок Альстома по ремонту тиговых систем электровоза ЭП-20. Модернизация на НОВЗе открылся производственный участок Альстома по ремонту тиговых систем электровоза ЭП-20. На Новочеркасском электровозостроительном заводе «НЭВС» входит в состав «АОР Трансмаш Холдинг», Открыт производственный участок компании «Альстом Транспорт РУС» по ремонту компонентов тяговых систем двухсистемного пассажирского электровоза ЭП-20. Чтобы сократить время и стоимость этих работ руководство двух компаний «Трансмашхолдинга» и «Альстома» приняло решение локализовать выполнение ремонта компонентов на территории НЭВЗО. Здесь освоен и производится ремонт силовых модулей и контакторов, а также главного выключателя, отвечающего за защиту электровоза при работе на переменном токе. В рамках трансфера технологий были переданы не только процессы и правила проведения ремонтных работ, но и создана специальная тестовая станция для главных выключателей, работающая в автоматическом режиме. В цифровом пространстве создается виртуальная комната, дающая возможность получать консультации специалистов и вносить корректировки. Как подчеркивает директор по работе с ключевыми клиентами «Альстом Транспорт РУС» Ольга Сурикова, это первый французский завод по ремонту всех компонентов тяговой системы электровоза ЭП-20 внутри завода российского производителя. Электровоз ЭП-20 на данный момент самый сложный локомотив на российских магистралях, в части технических компонентов. Локомотив оборудован асинхронным приводом на основе IGBT-транзисторов. Реализуемые технические решения позволяют в несколько раз сократить объем технического обслуживания, увеличить межремонтные пробеги, а также обеспечить экономию электроэнергии. Компоненты тяговой системы, которые поставляются компанией «Альстом», требуют технического обслуживания через каждые 150 тысяч километров пробега, или два раза в год. В локомотиве применена блочная модульная компоновка, которая существенно упрощает его обслуживание. С 2012 года НЭФС поставляет ЭП-20 ООО «Российские железные дороги» по контракту жизненного цикла. Это означает, что обслуживание на протяжении всего периода эксплуатации осуществляет сервисный центр предприятия-изготовителя. Ранее французские специалисты производили ремонт компонентов тяговой системы в своем сервисном подразделении во Франции. Двухсистемные электровозы ЭП-20 Олимп предприятия изготавливают с 2012 года. Это первый российский электровоз, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 километров в час. Электровоз способен работать на линиях, которые электрифицированы как постоянным, так и переменным током. Если маршрут поезда проходит по участкам, работающим на токе разного рода, не требуется смена локомотива, обеспечивается экономия времени в пути и труда железнодорожников. Трансмашхолдинг единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.